Привет, Гудгейм! Мы все еще в Китае на стринчерской лиге и сейчас пообщаемся с CEO групп компании GameShow. Привет! Привет, Гудгейм! Как вас занесло в Китай? Как вы налаживали партнерские отношения к этой истории? Проскажи, пожалуйста. Ну, в принципе, вообще лично я 12, даже уже 13 лет работаю с китайскими компаниями. Для меня этот рынок не новый, с китайскими и тайваньскими. С точки зрения киберспорта, ну, собственно, тоже мы достаточно давно взаимодействуем здесь и для нас, на самом деле, это не первый проект, да. Ну, собственно, как бы процесс. У нас есть сотрудница, которая работает в Китае, соответственно, как бы коммуникации в основном строились через нее. Ну, я могу сразу сказать, что там вот переговоры с компанией Blue TV, они достаточно быстрые были и эффективные, да, то есть, что, кстати, не всегда характерно для китайских компаний. Обычно это достаточно долго все происходит. Ну, и вот, собственно, мы здесь, да, то есть мы партнеры данного мероприятия. Давай поговорим про итоги. Турнир уже совершился, уже можно сказать, что наши игроки не завоевали призы. Как это просчитывали на хорошее выступление? Ну, конечно, да, то есть, собственно, там Россия, да, то есть достаточно сильна в дисциплине дота. Если взять Китай, здесь, как и в остальном мире, гораздо более популярная игра League of Legends. Ну, соответственно, как бы мы рассчитывали, что, ну, собственно, как бы наши студенты выиграют, но, собственно, как бы это игра, это чемпионат, как получилось. Ну, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Давайте теперь поговорим немножко о другом. Очень много разговоров о вашем телеканале. Что ты можешь о нем рассказать, что уже сделано и что планируется делать? Да, телеканал очень развивается, честно. Вот даже те цифры по работе с операторами, по охвату, да, мы опережаем наш график, который мы сами для себя установили для 2016 года. Собственно, вот все, что происходит сейчас с геймингом, с киберспортом, да, то есть уже, ну, в принципе, во всех, да, там, компаниях медийных, да, пришло осознание, то, что это серьезное явление, с которым надо работать, да, и вот нам очень много задавали вопросов, да, но был первоигровой, были еще другие проекты, да, то есть и все они закрыли, закрыли, закрылись, да. А наш ответ был очень простой. На тот момент еще не пришло время для такого рода проектов, да, то есть, собственно, там в то время, когда запускался первый игровой, там не было таких цифр просмотра на Твиче, да, то есть даже вот культура смотрения игрового контента, она еще не была сформирована, да. А сейчас очень правильное время, и вот если посмотреть, буквально за последние два месяца открылось два новых телеканала, посвященные киберспорту в мире, да, то есть на английском языке, соответственно, ну, то есть тренды налицо. Касательно успехов, сейчас гейм-шоу находится в пакете примерно у 60 операторов, а общее количество покрытия техническое – 13 миллионов домохозяйств. Ну, собственно, в телеке все измеряется домохозяйствами, соответственно, ну, по данным Росстат, это можно умножить на 2,5, то есть это получится порядка 33 миллионов человек потенциально могут смотреть телеканал. Значит, я думаю, что через два месяца у нас будут данные ТНС, да, то есть мы сможем поделиться уже рейтингом относительно других телеканалов, там, спортивной, развлекательной тематики, да, то есть будет понятно, сколько людей смотрит. Но по косвенным признакам, по различным рекламным размещениям, конкурсам и так далее, то есть мы видим, что, ну, аудитория, ее очень много, как бы, да, и она вовлеченная. Очень, собственно, как бы, в тот контент, который есть на гейм-шоу. Вторая составляющая – мы запустили сеть региональных вещателей киберспортивного и игрового контента. Что это значит? На текущий момент в релизе БО-15 уже 22 телеканала берут двухчасовые блоки различного нашего контента, рейтинги, значит, передачи тематические, киберспортивные новости и так далее, и так далее, и транслируют у себя, вставляя в эфирную сетку. То есть таким образом мы не только, сам телеканал гейм-шоу, ну, собственно, дистрибутируется, да, то есть встает в пакеты, да, там, ко всем операторам, к Триколору, к Акаде, к МТСу и так далее, а в том числе еще на существующие телеканалы несет этот контент для их текущей целевой аудитории, да, то есть еще более популяризирует киберспорт и гейминг. Ну, собственно, в дальнейших планах еще дальше развиваться. И, ну, собственно, как бы федеральные телеканалы. Недавно читал интервью, в котором, по-моему, программный директор Матч.ТВ сказала, что они бы хотели показывать киберспорт, но пока не знают, как это делать. Как вы выходите из этой ситуации, что вы показываете? Ты имеешь в виду на Матч.ТВ? Нет. На гейм-шоу? Ну, собственно, да, то есть у нас вот текущая, как бы, структура, да, то есть это получился очень разумный микс и синтез между специалистами из гейм-шоу, которые, ну, собственно, как бы разбираются в киберспорте и в гейминге, да, и все знают, да, что у нас генеральный продюсер нашего телеканала Наталья Чайковская, бывший генеральный продюсер телеканала КХЛ, континентальная хоккейная лига. Собственно, Наталья привнесла еще огромное количество специалистов именно с большого телевизора. Продюсеров, линейных продюсеров, технических специалистов и так далее. И, соответственно, вот ее экспириенс именно с точки зрения большого спорта и большого телевизора вместе с экспериментом нашим с точки зрения киберспорта – это очень разумный синтез. И в итоге у нас тот продукт, который интересно смотреть и взрослой аудитории, и более юной аудитории, и более хардкорной аудитории, если говорить про киберспорт. Мы разумно подходим к сетке передач. То есть у нас не только киберспорт, у нас разные абсолютно передачи, которые в том числе и родителям даже интересно смотреть. И, соответственно, благодаря этому мы органично вписываемся. И у нас нет, скажем так, запрета на то, что мы не транслируем это в интернете. Телеканал сейчас транслируется. Сейчас у нас был эксклюзивный контракт со Зубу, навещание, то есть телеканала только на этой стриминговой платформе. Сейчас мы, в принципе, готовы будем делать более широкую дистрибуцию. В принципе, почему нет, может быть, скоро мы сможем на Гудгейме посмотреть наш телеканал тоже. Почему бы и нет, да. Ты говорила, что какой-то есть контент для взрослой аудитории. Как вы видите это направление? Мы видим его в том плане, что взрослую аудиторию необходимо, скажем так, образовывать. Потому что эта индустрия киберспорта, гейминга, она очень динамично развивается. И телеканал, как медиа, понятная медиа для более старшего поколения, может быть тем мостиком, который будет объяснять, почему их ребенок сидит и играет в доту. И то, что это не просто некое, не знаю, пагубное явление, которое надо порицать и так далее, а то, что это и развивает, и помогает какие-то коммуникационные навыки у людей развивать и так далее. То есть вот, собственно, медиа, как телеканал, как одно из, собственно, самых охватных медиа, оно позволит этой старшей аудитории решать в том числе эти проблемы. — Признание киберспорта в России, как вам это помогло? И какие вы видите пути развития совместно с государством? То есть есть ли какие-то наметки проектов, совместных каких-то мероприятий или проектов? — Ну, сам факт, признание киберспорта спортом — это бесспорно огромный шаг. — Я хочу подчеркнуть очень важный момент относительно вот этого факта и относительно Федерации компьютерного спорта, потому что мы помним, да, что киберспорт уже был официальным видом спорта, но потом ввиду, ну, там, неподачи отчетности, либо я, если честно, как бы там до конца не помню четкой формулировки, да, то есть, но факт в том, что был исключен киберспорт, когда за это отвечала Федерация компьютерного спорта. Сейчас, если, ну, этот вопрос повторится, да, то есть, ну, я думаю, что уже там шага обратно точно не будет. И я считаю, что у ФКС достаточно большая ответственность. С другой стороны, ну, кроме нескольких интервью после объявления о том, что там киберспорт стал официальным видом спорта, от ФКС нету, ну, там, каких-то конкретных предложений, действий и так далее. С другой стороны, статус, внесенный в реестр и там наличие ФКС, ну, это как бы две несвязанные вещи, да, то есть, сейчас будет появляться огромнейшее количество общественных объединений со спонсорской поддержкой, без спонсорской поддержки, но с какими-то там инфраструктурными возможностями и так далее, да, то есть, и рынок по-прежнему будет формироваться. Но само по себе явление, это, естественно, это помогает, да, то есть, помогает с точки зрения публисити, надеюсь, что будет помогать еще с точки зрения, ну, собственно, как бы, вот, как я уже говорил, инфраструктурных каких-то моментов, да, то есть, ну, вы реально должны увидеть там кандидатов в мастера спорта, мастера спорта и так далее, то есть, ну, это официальный спорт, значит, все эти вещи также должны будут быть интегрированы. Про спонсорскую поддержку, если бы говорить, китайские представители отметили, что даже у них при всех их финансовых возможностях есть проблемы с финансированием и с организацией таких больших ивентов. Как ты думаешь, как скоро киберспорт, и, наверное, признание, это первый и большой шаг к этому, как он войдется в, допустим, структуру государственную с бюджетными деньгами, с вниманием больших спонсоров, таких как Каспром, Плакойл и так далее? Да, ну, вот смотри, здесь как бы два момента. Ну, во-первых, стоит отметить то, что компания Game Show, мы, в принципе, если говорить о территории России и СНГ, первыми начали делать коммерчески успешные мероприятия, то есть, и это было, ну, там, немного необычно, да, то есть, для многих игроков рынка, но, собственно, как бы это заслуга инфраструктуры компании Game Show, возможности, там, правильной работы со спонсорами, да, но, опять-таки, да, то есть, это мероприятия проводились на том уровне, на котором, возможно, было привлечь финансирование, да, то есть, там, на определенных этапах мы с удовольствием могли бы, точнее, хотели бы сделать, да, там, более высокий уровень, какие-то более, там, высокие призовые фонды, лучшие условия для игроков, для зрителей и так далее, да, но рынок, как бы, да, то есть, он диктует. Если ты можешь привлечь только, вот, там, текущее количество денег, да, то есть, значит, собственно, как бы и уровень мероприятия, он, собственно, как бы будет вот на том уровне, на котором, на котором достаточно финансирования, да, то есть, это, если говорить про бизнес, когда, ну, ты, собственно, как бы должен быть в самоокупаемости, да, и в прибыли. А сейчас в киберспорт приходит огромнейшее количество инвестиционных денег, да, то есть, для Китая, на самом деле, это очень характерно, да, на мой взгляд, порядка, там, трехчетверти проектов, они финансируются либо государством, либо инвестиционными фондами, то есть, очень мало профитабельных компаний, в состоянии на сейчас, несмотря на то, что рынок Китая и киберспорта гораздо более разный, чем в России. Соответственно, отвечая на твой вопрос, да, признание киберспорта киберспортом, это явно шаг для того, чтобы повышенный интерес был у такого рода компаний. Телевидение также способствует этому, потому что телек, это понятное для всех рекламных агентств клиентов, больших клиентов, таких, как ты перечислил, там, у Койл, Газпром и так далее, и это тоже вот некий ключ, как бы, да, то есть, к привлечению, собственно, там, спонсорских денег, рекламных бюджетов и так далее в нашу сферу. То есть, когда ты идешь по понятному медиа для больших клиентов, собственно, собственно, вот совокупность всех этих вещей и в целом, как бы, то, что индустрия растет неминуемо, да, то есть, будут увеличиваться бюджеты, все больше и больше компаний будет обращать на это внимание, и, собственно, ввиду того, что индустрия молодая, там для клиентов, я имею в виду коммерческих, да, то есть, которые будут приходить с размещениями, там будет очень хорошая конвертация, да, то есть, и, естественно, им будут нравиться эти форматы, да, и, соответственно, все больше и больше компаний туда будет приходить.